Следующая Браха, Браха аля Тора. Начнем с перевода по-русски. Благословен Ты, Царь Вселенной, осветивший нас своими заповедями и повелевший нам заниматься Торой. На еврейском языке окончание такое. Мы только концовку разбираем. Ветсивану лаасок бдиврей Тора. Написано лаасок, хотя есть другие варианты альдиврей Тора или альдиврей Тора или лаасок бдиврей Тора. Что такое лаасок? Лаасок, эсек, асук, асук это занятый, эсек это бизнес. То есть тут не сказано слово лельмо Тора, учить Тору, сказано лаасок, лаасок бдиврей Тора. Это не случайно, выбрали именно такой нусах, именно такое слово лаасок. Мудрецы так поняли, что основная награда за изучение Тору, она идет не просто за изучение Тору, просто выучил, что нужно руки омывать и браку говорить. А именно лаасок бдиврей Тора, то есть учить Тору углубленно, это может быть очень непросто, даже очень трудно, тот, кто это понимает, тот, кто не учит, должен понимать, что это очень трудно и пытаться как-то помочь тем, кто учит Тору. Потому что эта работа очень-очень сложная, это не проще, чем эсек. Что такое эсек? Бизнес, да? Человек, у которого есть эсек, тем более, если он, так сказать, сам им заведует, да? Это его, это его дело. Он про дело думает и днем, и ночью. Это его дело, он живет этим делом. Он не может без этого дела. Он от этого зависит, все зависит. Это его дело. Он все-всего себя вкладывает в это дело. Это эсек, это называется эсек. Поэтому про Тору мы говорим тоже. Занятие еврея это То есть себя посетить изучению Тору. Не можешь учиться, помогая хотя бы как-то другим, да? Но твой эсек настоящий, который будет Тора. Надумать о Торе. Как человек думает о своем бизнесе в днем и ночью, думай о Торе в днем и ночью. Как я делаю то, что угодно Торе. Поэтому написано Это трудно. Но дальше мы говорим Вааревна. Сразу после этого Вааревна Ашемилюкейну Эд диврей Сурасха бифину Убифи амха бейсисраэль Написано так Сделай так Сделай так Чтобы слова Торы Твоей стали Усладой наших уст И уст всех сынов народа Твоего Дома Израиля И Отца Эйну Наши и наши и наши потомки И потомки нашего Всего нашего народа И потомки потомков Чтобы все они Получали вкус от Торы Записано Вааревна 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 Теперь По-простому Слово Арев Это не ослада уст Что такое Арев Как обычно мы на иврите Ищем корень Потом ищем однокоренные слова И пытаемся узнать Что такое Это слово означает Так делают Раши Когда он разорвляет слова Непонятные истории Так делают те Потому что нет другого Варианта понятия Что означает слово Мы ищем Похожие слова И по контексту Понимаем что такое Какие слова Похожи на слово Арев Ну Вы сразу Мне скажете Эрев Вечер Арев Это гарант Да Тоже есть араб Арави Арави Да Запад Маарав Есть тоже Орев Есть тоже Форан Да Есть слово Ирув Ирув Это в шаббат делают Ирув Все обносят Одним Да Чтобы все было Как один комплекс Это ирув Это ирув Есть глагол Есть глагол Когда смешиваются день и ночь Был день Сейчас ночь Что такое Эрев День или ночь непонятно Это такая смесь Дня и ночи Это эрев Это смесь Эрев это смесь Да даже был такой Помните Эреврав То что вышли из Египта Да Тоже написано Эреврав Какая-то смесь Там Египтяне Евреи Все кто хотели Вышли Эреврав Теперь Ирув Делаем на шаббат Ирув Ирув Допустим Двори вокруг Все дворики Мы вместе все собираем Мы говорим В этот шаббат Мы одна компания Поэтому можем спокойно Переносить еду И другие вещи Друг от друга Или мы Натягиваем Какую-то веревку Вокруг Да Всего поселения Мы один комплекс Мы все вместе Да Да Смешались Ирув Да Теперь Арабы тоже Что такие арабы Это какая-то такая смесь Да Арабы Они И в плане географическом Они где-то живут посередине Да Не юг Не север Не запад Не восток Арабы Где-то так посередине Да Смесь какая-то такая С точки зрения религиозной Да Были евреи Потом христиане Потом появились арабы Тоже монотеисты Не монотеисты Ну и так далее То есть вот эти слова Они связаны Со смесью Ма-араб Это запад Да Там тоже там солнце садится Там Солнце садится на западе Тоже опять-таки смесь Почему ворон называется Орев Это вам будет домашнее задание Кто знает Можете мне рассказать Почему ворон называется Орев А что здесь такое Арев Что здесь Аревна Аревна Эддиврейто Расхаби Фину Что были приятны Дело в том Что нам приятно только то Что нас касается То что нас касается То что часть нас Нам это приятно То что нас не касается Нам это может быть приятно Да То есть Если часть от нас Мы же себя любим Правильно Это мы То есть Нам это приятно Да Вот Поэтому Оревна Мы просим Чтобы эта Тора Она была частью от нас Это часть от нас Нам тяжело Да Мы не спим Мы учимся Тяжело финансово Во всех планах Но что нам хорошо У нас Оревна Это часть нас Мы не можем из этого жить Да Нам это приятно Нам тоже это приятно Тора приятно Это тоже Когда говорится Что кушать что-то вкусное Да Тоже Оревле хики То есть Ты взял это в рот Ты хочешь еще это взять Да Ты хочешь еще Это вкусно Ты хочешь Когда вкусно Трудно остановиться А Оревна Сделала тоже такую Чтобы мы ее Так Не могли остановиться Чтобы мы ее Учили Поглощали больше Чтобы нам было приятно Хотя это наш эссек И он не простой Но Это наш эссек Так пусть уже будет так Спросим Нашим потомкам И всему народу Израиля Теперь написано По поводу народа Израиля Написано Написано Так Бефину У бифи Амха Бейт Исраиль Бифи Амха Бейт Исраиль Всего дома Израиля Это Очень интересная формировка Это Опять таки Смехут Четырехэтажный Четыре этажа у этого Смехута Смехута Амха Бейт Исраиль То Ура Она Не может быть без дома Бейт 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 есть совершенно идеальная форма . ютата это намек на Ашема, байт это такое строение где есть Ашем, поэтому байт и стрель тоже не может быть без байт и стрель именно байт и стрель, все начинается байт и стрель. Аарон Лепштейнман он говорил, что люди говорят эту фразу варевна, говорят это как с утра, еще толком не проснулись и не понимают какой там заложен потенциал, какой там заложен потенциал в этом брахе, это не браха, это вот между двух брахот находится про Тору. Почему? Потому что аревна, мы просим чтобы тура была вкусна нам и нашим детям, нашим потомкам. Очень может быть то, что мы с вами интересуемся так вот этими словами, этим Сидуром и Торой, это очень может быть из-за того, что какие-то были наши дедушки прадедушки или прабабушки и они думали о нас, волновались за нас, молились за нас, плакали об нас, чтобы мы были близких Торы или хотя бы по их понятию, чтобы мы были хорошими людьми. Это выразилось то, что вот мы удостоились быть близких Торы, иначе трудно объяснить, почему некоторые люди вдруг решают соблюдать мисвод, учить Тору, а другие нет. Как-то как-то необъяснимо, что это психология, это что, это характер, это экономическое положение, социальное положение, это историческое положение. Никакие объяснения тут не помогают. Могут быть два брата одинаковые или два друга, один друг пошел по этой дороге, другой не пошел. Почему? Объясняю так, что где-то там была молитва переживания наших предков, то, что повлияло на нас. И также мы можем повлиять на наших детей, без сомнения. Это то, что влияет на судьбу наших детей и детей детей и так далее. Поэтому очень важно говорить это с чувством, вот эта вот ревна и на самом почувствовать, насколько Тора может быть сладка и приятна, как часть от нас. Часть от нас. Мы же говорили, да, уже на прошлом уроке, что Анухи, это Ашем говорит, Анухи, это я. Ана, навши, катавит, явит. Я сам себя в Тору писал и вложил. Поэтому, конечно, приятно находиться вблизи с Ашемом. Хорошие связи. Такие связи никого не повредят. Да, это здорово. Варевна Ашем Милукейну, Эддеврейт Торасха Бифину, Бифямха Байс Исраэль, Вени Анахну, Вца Ацаэну, Вцаца Амха Байс Исраэль, Кулану, И дальше Баруха, это Ашем. Амеламет Тора, Лямо Исраэль. Амеламет Тора, Лямо Исраэль. В конце самого Браха говорится, что кто такой Миламет, Ашем у Миламет. Варно, что был Раф, варно самим учиться, но в конце мы учимся только из того, что Ашем, он захотел нас изучить, обучить. И поэтому дальше говорим следующего Браха, Баруха Та Ашем, да, Лямо Исраэль, Лямо Исраэль, Бахар Бану, Миколе Амим. Натан Лану Тора Ту, Баруха Та Ашем, Натэна Тора. То есть он выбрал нас, чтобы надо дать нам эту Тору. Если нас уже выбрали для этого, да, то, безусловно, мы должны предложить усилия, чтобы Тору правильно учить. Поэтому мы учим иврит, хотим Тору правильно учить. Мы продолжим эти Брахоты разбирать на следующем уроке. Без Раф Ашем, сейчас просто нет времени достаточно, продолжим разбираться дальше. И мы наконец-то поймем уже, что такое Барух Ата Ашем, то, что я все время боюсь говорить, да. Сейчас еще раз скажу напоследок. Возьму Эц, скажу Браху. Барух Ата Адуиной, Эллюхейну Мелехуалям, Буре Прия Эц. Что я сказал? Надо разобраться. Барух Ата Ашем, Мелехуалям, и так далее. Без Раф Ашем, на следующем уроке разберем. Всего хорошего. Будьте здоровы. Желаю всем проснуться завтра утром. Сделать Всего хорошего.